Стадион «Юность» в Павловске в эти выходные стал точкой притяжения жителей и правоохранителей со всего района. Однако никаких спортивных мероприятий здесь не проходило. Только митинг против создания мусороперерабатывающего комплекса вблизи райцентра. Организация подобного – не политическая акция. Никого, пожалуйста, складывай. Хорошо? Изначально акция могла сорваться из-за последствий недавнего урагана. Однако местные депутаты считают, что это была лишь удобная отговорка. Ну вот за нами находится здание основной трибуны стадиона. То есть проходил ураганный ветер и сорвало кровлю. Ну, как мы видим, территория стадиона огромная. Соответственно, препятствий никаких нет. А там было именно предписание, что нельзя или нежелательно? Нет. Когда я обращался о проведении встречи моих как депутатов в форме собрания, то есть мне отказали именно на этом основании. И все же митинг состоялся. По подсчетам полиции на него пришло примерно 650 неравнодушных жителей. Хотя по закону в гайдпарке может собираться до 100 человек. Поэтому организатора ждет административный штраф. Павловск – это самый чистейший был район. И нам обидно, что… Я не могу говорить, что именно в нашем районе, в Павловске, хотят сделать мусороперерабатывающий комбинат, который не принесет никому людям добра. Добра жила наверху, там эти запахи доставали. Представляете, если форточку не вовремя закрыл вечером, ночью, значит ты будешь выдыхивать весь этот, я не знаю, как его назвать, смрад. Мы неизвестно чем дышим. А представьте, это всего лишь вот то, что у нас уже сейчас имеется. В ходе митинга волонтеры собирали подписи, которые вскоре направят к губернатору. Также была единогласно принята резолюция, в которой 10 пунктов. Положения в бумаге коснулись не только отчетности депутатов и при остановке действий касательно создания комплекса. Были серьезно затронуты вопросы земли и экспертизы. Спасибо вам, дорогие павловчане, что вы так неравнодушны. Если мы будем вместе, мы победим. Теперь слово остается за местными депутатами. Если большинство проголосует за переведение земли в другую категорию использования, то сложности для постройки комплекса практически не будет, считает политолог Константин Лукин. Тем более, рычаги давления есть. Ну, различные предложения. Давай, ты за нас проголосуй здесь, мы тебе сделаем на твоем участке чего-то, на твоем округе. Ты мне, я тебе. Это все в рамках перераспределения Буббиджера, например. Если митинг не поможет, местные депутаты намерены идти дальше и создавать референдум. До осуществления этого плана активисты в Алтайском крае ни разу не доходили, из-за проблем с документацией, утверждают эксперты. Однако, попытка не пытка. Нет мокрому заводу! Нет мокрому заводу! Нет мокрому заводу! Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.